Доброе утро! В эфире Анфас в студии Николай Анисимов. В вооруженных силах завершился очередной этап комплексной проверки боевой и мобилизационной готовности. Ряд подразделений, сдав экзамены, вернулись в пункты постоянной дислокации. Среди тех, кто первым прошел полигонный тест, десантники из Витебска и танкисты из столичной механизированной бригады. Проверка боеготовности – наиболее действенный способ диагностики военного организма. В режиме интенсивного напряжения тестируются боевые подразделения и элементы обеспечения. Один из сложнейших компонентов – система комплектования. В нынешних маневрах военнообязанные пополнили строй десантников и танкистов. Запасники активно включились в работу. Марш из пункта постоянной дислокации в новый район прошел на одном дыхании. Десантники привыкли действовать автономно и быстро. Сходу разворачивают полевой лагерь и приступают к боевой работе. Основная задача – это обнаружение района базирования незаконного жероноформирования и ликвидации его, а также ликвидации организационного ядра незаконного жероноформирования. Военнослужащие, призванные из запаса, понимают важность этих мероприятий и относятся к выполнению задачи с большой ответственностью. Голубые береты выявили местонахождение противника. Изучили его расположение, определили численность. Информация оперативно уходит в штаб. Встретить неприятеля огнем – задача подразделения танкистов. Усиленный военнообязанными, батальон занимает оборону на полигоне Подгродно. Кульминация комплексной проверки – тактическое учение с боевой стрельбой. По замыслу маневров, подразделение должно остановить прорыв условного противника, который значительно превосходит численностью. Батальону задача была поставлена уничтожение рейдового отряда до двух батальонных тактических групп противника. С задачей предотвратить их продвижение в тыл бригады и уничтожение ее основных объектов. За отличную полевую выучку и слаженную работу танкистов-запасников благодарит лично министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин. Наиболее отличившиеся из рук главы оборонного ведомства получают ценные подарки. Очень приятно, хороший подарок от министра. Вообще замечательно. Мы старались, действительно старались, и они видели, что мы стараемся. И приятно, что это увидели. Первый этап проверки завершен. Домой и в пункты постоянной дислокации военные возвращаются с отличным настроением и чувством исполненного долга. В студии Николай Анисимов. Новости столичного гарнизона продолжат программу. В вооруженных силах прошла совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск. Представители Белоруссии и России проработали варианты применения силовой компоненты союзного государства. Мероприятие стало одним из этапов подготовки к предстоящему учению «Запад-2021», которое пройдет в сентябре на полигонах белорусской армии. На полигоне Ружаны пилоты 50-й смешанной авиационной базы отработали приемы поражения наземных целей. Экипажи вертолетов Ми-8, МТВ-5 и Ми-24 вели огонь из 30-мм пушек, а также неуправляемыми ракетами по бронеобъектам и технике условного неприятеля. Завершился чемпионат вооруженных сил по гиревому спорту. Военнослужащие соревновались в личном первенстве, двоеборье и эстафете. В общекомандном зачете сильнейшими стали представители сил специальных операций. На втором месте команда военных факультетов. Бронзу завоевали части центрального подчинения. Сбор с руководителями финансовых органов вооруженных сил прошел в режиме видеоконференции. Специалисты обсудили экономические особенности и ключевые задачи на 2021 год. В центре внимания вопросы планирования денежных средств и варианты оптимизации расходов. По итогам 2020 года лучшие финансисты награждены ценными подарками. Законы военной науки определяют. Степень реализации боевых возможностей войск находится в прямой зависимости от эффективности их технического обеспечения. Механизмы требуют должного обслуживания и ухода, наличия эксплуатационных ресурсов. Накануне 85-летия со дня основания службы горючего и смазочных материалов наша съемочная группа встретилась со специалистами управления. Осенью 2019 в Беларусь прибыла первая партия истребителей Су-30СМ. Событие для военной авиации знаковое. Под стать обновленному парку летательных аппаратов, подготовленные пилоты, техники и особая инфраструктура. Почти столетия назад специалисты даже не задумывались, насколько изменится специфика обслуживания вооружения. И самые мощные на континенте стальные птицы потребуют исключительного подхода, в том числе индивидуального рациона. Использование в армии горючего смазочных материалов началось задолго до основания специальной службы с появлением в войсках машин с двигателями внутреннего сгорания. Массовое оснащение новыми образцами военной техники повлекло за собой увеличение потребности в сопутствующих продуктах. Растущая моторизация вооруженных сил потребовала создание отдельной службы, которая взяла бы на себя обеспечение горючим. Уже буквально за два года, в 1939 году, на территории Белорусского военного округа, было создано 12 складов. Тем не менее, к началу Великой Отечественной войны служба горючего располагала лишь четырьмя десятками складов общей емкостью чуть более 100 тысяч метров кубических. Даже для того времени объем совершенно недостаточный. К слову, только на освободительную операцию «Багратион» потребовалось в четыре раза больше топлива. Основные средства заправки в те времена были крайне простыми. Развитие науки и техники позволило разработать качественно новые образцы вооружения. С подобным оснащением на службу горючего были возложены и новые задачи, которые не вписывались в традиционный сценарий. В настоящее время служба горючего шагнула далеко вперед. Разработаны новейшие технические средства, которые позволяют обеспечить заправку в кратчайшие сроки. У нас имеется целый парк автомобильной техники, которая обеспечит своевременный подвоз горючего для войск. Современная база горючего, которая обеспечивает прием, хранение, выдачу горючего в основные сроки. Расположение специализированных баз горючего просчитано с учетом обслуживания и заправки техники по территориальному принципу. Выбор места для хранилищ определен особенностями почвы. Ведь многие емкости так называемого казематного типа находятся глубоко под землей. Одним из крупнейших центров обеспечения является база в городище. Все новации и разработки из высокотехнологичного мира сосредоточены именно здесь. Введены в эксплуатацию автоматизированная система налива горючего и две насосные станции, которые позволяют обеспечивать подразделения не только в автомобильный транспорт, а также и в железнодорожный. Современное технологическое оборудование, применяемое на базе, позволяет точностью выдавать горючее и минимизировать потери при выдаче. Сформирован класс специальной подготовки, где военнослужащие и сотрудники воинской части могут на практике отработать порядок выдачи горючего. Техническое обновление коснулось пунктов заправки. Появились современные комплексы для перекачки горючего и трубопровод, запаса прочности которого хватит на следующие полвека. Принципы модернизации – долговечность, минимизация затрат по обслуживанию механизмов и экологичность. Для содержания территории в экологической безопасности предусмотрена система рекуперации паров для уменьшения выбросов нефтепродуктов в атмосферу при их выдаче железнодорожным и автомобильным транспортом. Также качество модернизации и уменьшение выбросов топлива из резервуаров при хранении произведена установка дыхательных клапанов, новейшего образца. Одно из основных направлений деятельности службы – контроль качества горючего. Сотрудники специализированного центра проводят исследования в области химатологии, координируют работы по оптимизации, стандартизации, взаимозаменяемости и нормированию расхода топлива. Только после тщательной экспертизы жидкости получают допуск на выдачу в войска. С течением времени основные характеристики могут меняться. Но, как правило, поставляемый нефтепродукт имеет запас качества. И ежегодно качество этого нефтепродукта, пока он находится на хранении, а также на базах горючего, а также в воинских частях, оно подвергается проверке. Запас прочности или, простыми словами, срок годности в среднем не более пяти лет. В компетенции специалистов службы горючего умение запасы хранить, пополнять и своевременно выдавать, и чтобы топливо при этом не потеряло свои первоначальные свойства. Ведь работать в военной технике приходится в различных условиях. Приведение всех баз к современному виду – задача на ближайшую пятилетку. В настоящий момент по программе союзного государства новый облик получит центр в Красном береге. В перспективе модернизация резервуарного парка, насосных станций, железнодорожных и автотранспортных эстакад. База предназначена для приема, хранения, выдачи горючего, соединения воинским частям и организациям вооруженных сил. Справочная информация, что за 2020 год наша база произвела прием и отгрузку более 36 тысяч тонн горючего. Мы планируем закончить приведение наших баз в соответствии с требованиями наших республиканских стандартов. Кроме этого, планируем закупить, поставить на вооружение новые виды топливозаправщиков, которые отвечают, опять же, современным требованиям, которые могут перевозить несколько сортов горючего и обеспечивать быструю заправку техники в любых условиях, полевых, стационарных. Крайней в очереди на переоборудование станет база в Барановичах. Причем переформатирование пройдет без отрыва от основной деятельности. Ежегодно программа боевой подготовки войск насыщается новыми элементами. Обычная практика – внезапные комплексные проверки. Механизмам требуются тысячи тонн топлива и масла. Их качество должно быть безупречным. Идет в войсках внезапная проверка боевой готовности. Ни одна воинская часть не выполнит задачу без полных баков и определенных запасов горюче-смажечных материалов. Серьезным экзаменом 2020-го для службы стало участие в проверке боеготовности трубопроводного батальона. Специалисты из Красного берега профессиональный тест прошли на отлично. Военное дело развивается стремительно. Постоянно появляются оригинальные механизмы и модели совершеннее, чем вчера. Известный постулат специалистов службы «Горючая – это кровь моторов» подтверждает, что обеспечивать армейский организм всем необходимым и есть гарантия его высокой боеготовности. 15 февраля в Беларуси чтили память воинов-интернационалистов. В этот день традиционно в разных городах страны к мемориалам и памятникам приходят люди, чтобы возложить цветы и вспомнить подвиг солдат и офицеров, исполнявших воинский долг в Афганистане. Обычный белорусский населенный пункт Блужа в Пуховичском районе. Школа, магазин, сельсовет, пара сотен дворов. Отсюда весной 1978-го вместе с земляками уходил в армию Коля Чепик. Попасть мечтал в воздушно-десантные войска и до службы даже успел сделать несколько прыжков с парашютом. Коля был очень компанейским парнем, умел зажечь, то есть проявлял уже какие-то лидерские качества еще в таком раннем достаточно возрасте. Очень любил читать, особенно книги про разведчиков были его любимые. Любил поэзию, любимым поэтом его были Есенин, Тючев, Купала нашего белорусского, очень любил. Тогда, в конце 70-х, никто и подумать не мог, что спустя 34 года мирной жизни в домах тысяч советских семей снова прозвучит страшное слово «война». Витебская 103-я воздушно-десантная дивизия, в которой служил Николай, была поднята по тревоге и в полном составе направлена в Афганистан. Изначально в письмах, конечно, он не писал о том, что происходило все там. О том, как проходит его служба, он ограничивал с одним словом нормально. Он особо не вдавался в подробности. В основном в письмах спрашивал, как дела дома, как здоровье у мамы, у отца интересовался, как у него на работе. Молодым бойцам, большинство из которых впервые оказались за пределами Беларуси, за границей, пришлось выполнять задачи на абсолютно незнакомой местности, где даже природа, казалось, была на стороне неприятеля. Там же 2 километра всего железной дороги в Афганистане, остальное все вывозится и подводится автомобильным транспортом. Ну, самое сложное, конечно, это горная местность, перепады температурные. Например, внизу мы садимся, 45 градусов жара, да, на Саланк поднимаясь, 3360 метров над уровнем моря. Там уже надеваешь куртку теплую, спускаешься, опять надеваешься. Ну, и постоянно бывают же и обстрелы. Конечно, это все сказывалось мне. В один из дней группа из трех человек во главе с замком взвода Николаем Чепиком получила задание подорвать склад с боеприпасами маджахедов. Приказ был выполнен безупречно, но вернуться назад гвардейцам не удалось. Они оказались в засаде. Будучи раненым, потеряв двоих товарищей, Николай принял последнее в жизни решение. Привел в действие минумон 100, забрав с собой три десятка душманов. Имя Николая прогремело тогда на всю страну. Беларусь стал одним из первых воинов-афганцев, награжденных золотой звездой, героя Советского Союза. Посмертно. В его честь названы улицы в его родной деревне Поддегтярне и в городском поселке Дружный, в нашем Пуховическом районе. Железнодорожники, в свое время с которыми он работал, написали коллективное письмо. Белорусская железная дорога, один из электропоездов, который курсирует по маршруту Минска-Сиповича, назвала его именем. Имени героя Советского Союза Николая Чепика. Помнят о подвиге гвардейца и сегодня. Несколько раз в год люди приезжают в небольшой агрогородок Блужа, чтобы возложить цветы к могиле героя, посетить музей в школе имени Николая Чепика и в очередной раз осознать тяжесть войны и понять, насколько дорог мир. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. На сегодня это все. Вы смотрели Анфас. С вами был Николай Анисимов. Мирного неба вам и до встречи на канале СТВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА